Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Квоты на вывоз, спекуляции с топливом Кремлю не нравятся. Рука добра, гуманитарка в СВО из Рязани идет дважды в месяц. Не идеальная дорога к морю. Пристегнись или будет больно. Цены на бензин стали первой темой обсуждения закрытого заседания Госдумы. Исходя из представленной информации, топливо включает дизель в стране с запасом. Но оптовые цены почему-то выше розничных. Поэтому сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, по которому в стране вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. В пресс-службе отметили, что ранее правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу и организовало ежедневный мониторинг закупок для нужд сельхозпроизводителей. Кроме того, была информация о возможном вводе заградительной пошлины в размере 250 долларов за тонну. Благотворительный фонд «Рука помощи» уже больше семи лет помогает тем, кому нужна поддержка в сложных жизненных ситуациях. А теперь еще организация расширила свою деятельность и стала помогать бойцам в зоне СВО. Тепловые пушки, сухпайки, маскировочные сети. Буквально на днях все это отправят на передовую. Помощь с продуктами, одеждой и техникой в зоне СВО нужна постоянно, говорят волонтеры. Поэтому машины с гуманитаркой, амуницией и техническими средствами отправляют раз в две недели. Изначально мы занимались помощью только многодетным, малоимущим, детям-инвалидам, инвалидам-пенсионерам. Но в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране, так как у нас появились беженцы, живущие сейчас у нас в Рязани, мы начали помогать им. И когда началась военная операция, мы, естественно, подключились и стали собирать помощь нашим ребятам. Те, кто возит гуманитарку на ноль, узнают о том, что нужно нашим бойцам в зоне СВО из первых уст. Связь с командиром 137-го гвардейского парашютно-десантного полка поддерживают ежедневно. Собрать необходимое из списков помогают не только штатные волонтеры, но и неравнодушные рязанцы. Одни оказывают финансовую поддержку фонду, другие принимают участие в упаковке вещей и продуктов. На сегодняшний момент мы ребят готовим и утепляем к зимнему периоду. Для этого мы собираем тепловые пушки, печи и теплую одежду, рюкзаки, перчатки, муфты и другая теплая одежда. Всегда актуальна у нас и волонтерская помощь как автоволонтер. Всегда требуются мужские руки, которые погрузят нам и тепловые пушки, и тяжелые габаритные вещи, которые мы также отправляем как дизельные генераторы. В благотворительном фонде помогают не только бойцам. Вот эти, например, детские вещи отправят на новые территории. Также совсем недавно мы начали заниматься помощью детским домам с приграничных территорий. Нам позвонили и обратились к нам за помощью. Мы быстро среагировали и вот собрали детям детский дом вещи. Попросили вещи на детей от 6 до 9 лет. Руку помощи протягивают и малоимущим семьям, живущим в Рязани. Ведь изначально фонд создавался именно для этого. Сейчас среди подопечных благотворительной организации и те, кто приехал в Рязань из Луганска и Донецка. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязань приехал так называемый автобус безопасности. Тренинг на нем – один из самых насыщенных этапов Всероссийской недели безопасности дорожного движения. Почему? Расскажем далее. Автобус, на котором детям предстоит отправиться в путешествие, внешне ничем не отличается от других. Те же кресла, те же ремни безопасности. И пусть на самом деле автобус никуда не едет, детям настойчиво рекомендуют пристегнуться. Когда мы едем в машине или в автобусе, например, мы всегда должны пристегиваться ремнями безопасности, если есть такая возможность. Зачем это нужно, ребята? Кто мне скажет? Чтобы не удариться. Да, конечно, нельзя. Дорога к морю идеально не пройдет. По задумке госавтоинспекции, автобус точно попадет в аварию. Естественно, на самом деле детей подвергать опасности никто не будет. Все это имитация, чтобы показать, насколько важны ремни безопасности. Тем более, что один из путников так и не пристегнулся. Гоша, а именно так зовут непослушного манекена, каких-то серьезных травм не получил. Однако, будь это настоящий ребенок, говорят специалисты, то одними ушибами дело бы не обошлось. Поэтому и напоминают сотрудники ГИБДД о важности ремней безопасности. Это комплекс, который призван обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах. А в первую очередь поведению в автобусе и вообще в принципе в любом другом транспортном средстве. Конечно, это все знают, что при передвижении в автомобиле или в автобусе все участники дорожного движения, все пассажиры и водители должны пристегиваться ремнями безопасности. К сожалению, зачастую такое правило не соблюдается, из-за чего мы имеем повышенный риск получения тяжелых травм или даже летального исхода. Этот автобус перемещается по всей территории Российской Федерации, обучает детей основан дорожной грамотой. Данное мероприятие проводится в рамках федерального проекта безопасности дорожного движения. Автобус безопасности курсирует между городами не первый год. В Рязань приехал из Луховиц, остановился у одной школы, а дальше снова в столицу. Обучать детей дорожной грамотности. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. До 23 сентября включительно возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. С 1 октября в Рязанской области повышается размер регионального единовременного пособия при рождении ребенка. Право на него предоставляется одному из родителей, либо человеку его заменяющему, в случае рождения третьего и последующих детей, либо рождения двух и более детей одновременно. Размер выплат при рождении третьего и последующих детей составит 5 688 рублей, при рождении двойни – 11 377, при рождении тройни – 17 066 рублей. Увеличат также выплаты на каждого члена многодетной семьи для посещения театров, на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях, единовременное денежное пособие членам семьи погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного при тушении огня или проведении аварийно-спасательных работ. Правила для коллекторов четко прописаны. Как часто они могут звонить должнику и разрешено ли им писать на дверях, но сборщики долгов их по-прежнему нарушают. СМС в 3 часа ночи. Незваные гости у дверей. Что делать, когда эти ребята превышают свои полномочия? Об этом и многом другом рассказала главный судебный пристав Рязанской области Марина Наренкова. Четыре СМС за неделю и одна личная встреча. В новом законе четко прописано количество взаимодействий коллектора и должника. И пусть закон вступил в силу больше пяти лет назад, далеко не все эти правила соблюдают. Иначе в социальных сетях не появилось бы столько видеороликов с названием «Беспредел коллекторов». Оттого и прописали четкое взаимодействие. Звонить с 8 утра до 10 ночи по будням, а в СМС-сообщениях указывать имя отправителя и название организации. Закон действительно предусматривает возможность взаимодействия представителя организации, которая осуществляет воззвязь просроченной задолженностью с родственниками или с третьими лицами, но при наличии двух условий в обязательном порядке. Первое – это сам должник должен написать согласие. Не просто изъявить в устной форме или не возражать, а именно написать согласие, как я уже сказала, теми способами, которых я сказала выше. И, собственно, то лицо, с которым осуществляется взаимодействие, тоже должно изъявить это согласие в письменной форме и направить его в эту организацию. Все это прописывается в договоре с кредитором. Там же и остальные способы взаимодействия. И их чистота. В общем, теперь в микрофинансовой организации при заключении договора можно узнать все о том, как часто коллекторы будут беспокоить человека. А вот угрожать жизни и здоровью должника, вводить его в заблуждение запрещено. Сюда же запрет на применение физической силы. С июня появилась уголовная ответственность за это. Если это касается именно крайней формы воздействия на эти организации, то есть привлечения к уголовной ответственности, то непосредственно гражданам нужно обращаться в органы внутренних дел. Это немножко не моя зона контроля. Но, тем не менее, я хотела про это сказать, чтобы граждане тоже об этом знали. Более того, если такие сообщения поступят в управление Федеральной службы судебных приставов Рязанской области, мы тоже непосредственно, как сообщение о преступлении, направим в правоохранительный орган по принадлежности, то есть по компетентности. Но службы судебных приставов имеют возможности такие, как и привлечение к административной ответственности, о которой я уже сказала. Порядка 130 обращений поступило в этом году. По многим из них были инициированы административные расследования. И в 20 случаях, как я уже сказала, эти административные расследования завершились привлечением к ответственности. Штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Обращаться можно в Федеральную службу судебных приставов по телефону 294700. В этом году уже поступило 25 тысяч обращений. И ни одной жалобы на то, что операторы не берут трубки, не зарегистрировано. В четверг православные верующие встречают Рождество Пресвятой Богородицы. Дата праздника неприходящая – 21 сентября. Он открывает начавшийся 14 сентября Богослужебный год. Цикл двунадесятых, то есть 12 главных праздников Русской Церкви, во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Праздник Рождества Богородицы – начало отсчета времени Нового Завета. Его преддверие, ведь родилась та, которая станет Матерью Иисуса Христа, воплотившегося Бога. Поэтому церковный год начинается с этого праздника. В Евангелии нет данных о Рождестве Богородицы, но мы знаем о нем из церковного предания – текстов, которые относим к апокрифам. Согласно церковному преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка, но по молитвам уже в преклонном возрасте им удалось это сделать. В благодарность по традиции они посвятили первенца Богу, отдали дочь, Марию, жить и помогать при Иерусалимском храме. В этой девочке, как верят православные христиане, соединяются пророчества Ветхого Завета о той, которая была избрана из рода в род, то есть по линиям родства, которые соединялась святость лучших людей Ветхого Завета. Постепенно, путем свободных выборов этих людей, худшее и греховное умолялось и отсекалось, а лучшее концентрировалось и собиралось. Это про все поколения ее предков. Ведь в Евангелии приводятся родословные спасителя, и мы можем проследить всю цепочку, восходящую к праведникам Ветхого Завета. Спаситель, Мессия, по Ветхозаветному пророчеству, должен был быть потомком царя Давида. Отец Богородицы Иоаким из рода царя Давида. Анна была дочерью священника, а священниками в Древнем Израиле могли стать только представители рода Аарона, брата Ветхозаветного пророка Моисея, через которого, по преданию, Бог даровал народу Израиля десять заповедей. Как говорил в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси, праздник Рождества Богородицы учит людей видеть присутствие Божие в своей жизни. Особенность этой истории – все происходит сокровенно. Несмотря на свое происхождение, Богородица родилась в неприметном месте, ни в Риме, ни в Иерусалиме, ни в царской семье, ведь иначе об этом сразу бы стало всем известно. Кроме близких родственников, никто не узнал о ее рождении, хотя событие это имело колоссальное значение для всего мира. Все это указывает нам на важность частной жизни каждого человека, потому что никто не знает, где, когда и через кого действует Бог. Причем это действие может касаться огромного числа людей. Этот праздник призывает нас к тому, чтобы мы никогда не считали собственный жизненный выбор и свои поступки маловажными, незначительными. Не думали, что если мы маленькие неприметные люди, от нас ничего не зависит и ответственности на нас нет. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова